Дамы и господа, это сервер Diamond World, режим Prison Evo, а это я, Градус! И сегодня нас ждёт огромное приключение и развитие на этом проекте. Прокачка экипировки, добыча уникальных предметов и получение компаньонов, ну и конечно же сражение с разнообразными и опасными боссами, каждый из которых имеет свои особенности и отличительные черты. Это вам не просто драться с обычными зомби. Именно чтобы справиться с ними, нам и понадобится всё вышеперечисленное, но и награды за победы над ними будут соответствующие. Погнали! Я выбираю для игры второй сервер, появляюсь на спавне, а сначала у меня есть только деревянный меч и кожаный шлем. А ещё в инвентаре я могу увидеть свой процент прохождения характеристики и статистику. А ещё я могу при желании скрыть игроков, перемещение работает через вот такую прикольную менюшку. И сразу же мне даётся задание отправиться на свою первую шахту. На протяжении всего развития я буду использовать именно шахты для прокачки уровня, так что сейчас добываем свои первые блоки листвы и продаём их. За что получаем игровую валюту, трачу её на прокачку до седьмого уровня. Покупаю свою первую кирку и ещё немного копаюсь в листве, я нахожу коллекционный предмет, сдаю его в главном меню в разделе коллекции и получаю за это шард. Эти штуки нужны для прокачки различных навыков и в дальнейшем даже посохов. Нахожу белку, из них выпадают орехи, из него выпадают деньги и приятный бонус. Нахожу раздел с достижениями и замечаю, что одно у меня уже выполнено. Получаю за него аж 10 шардов. Нифигово так. Копаюсь, прокачиваюсь до пятнадцатого уровня и получаю цель убить босса, моего первого причём. Ну да, а мне казалось, почему всё так просто. Боссов тут, конечно, много, но пока мне рано идти на них. Зарабатываю деньги, немного прокачиваю деревянный меч, а затем встречаю летучую мышь. Из неё мне не выпало сокровище летучей мыши. Эта штука даёт выбрать награду. Деньги, шард или стержень для посохов. Но деньги мне нужнее сейчас. Теперь у меня есть кожаная броня и хотя бы каменный меч. Ну боссы, держитесь. Отправляюсь на первое из них к Риггера. Пока босс ещё не появился, я прокачиваю кирку и перехожу на новую шахту, песчаник. Здесь за проданные блоки я могу получить уже больше денег, чем за листву, а значит и быстрее вкачать левел. Снова прибегаю к боссу. Он вот-вот появится. Битва с этим вурдалаком к Риггерам была не такая уж и сложная. Стоит отметить, что в бою он использовал свои уникальные атаки, присущие только ему. Это делало опыт сражений круче и уникальнее. Уже тогда мне стало интересно испытать себя в схватках с боссами посложнее. Все игроки вместе наносили ему неплохой урон и вскоре первый босс был повержен. Сюда его! Получаю неплохое денежное вознаграждение и кейс с рунами. Из него мне выпадает моя первая руна Ветер. В магазине специально для рун я купил мешочек. Если положить их в него, то эффекты от рун применяются на меня. Вот, например, Ветер увеличивает скорость и здоровье, а также даёт способность рывок. Неплохо для начала, мне кажется. Возвращаемся к шахтам и прокачиваемся до 23 уровня. Теперь мне доступны новые шахты. Деньги с новых блоков трачу на прокачку кирки. Это очень важно на этом режиме. Кстати, я тут узнал, что на некоторых шахтах можно найти золотой осколок. Их всего 12, и каждый даёт разные суммы денег. Приятненько. Постепенно коплю деньги, и вот она, алмазная кирка. Теперь могу добывать большинство доступных блоков гораздо быстрее. Как раз этим и занимаюсь в дальнейшем. И вскоре встречаю босса шахт. Червя! От неожиданности я чуть даже не погиб, но потом отправил его обратно под землю своим мечом и получил награду в размере 720 тысяч. Офигеть! Ну, если мне каждый раз будут столько давать за этих червячков, то я бы хотел встречать их почаще. Трачу деньги на прокачку уровней меча. Кстати, очень круто, что иногда здесь активируются бустеры, которые увеличивают количество денег с проданных блоков. Очень ускоряет процесс прокачки. Натыкаюсь на бочку, которая, взрываясь, превращает все в шарды. А они мне еще, ой, как пригодятся. Продолжаю копаться, постепенно повышаю уровень шахты, зарабатывая все больше валюты. Следующая на очереди кирпичная шахта. Опа! А это что такое? Я нашел лаки-блок! Не думал, что и они тут есть. Он наложил на меня эффект свечения. Ну ладно, может потом повезет сильнее. Тут же нахожу шахтера, с которого выпадает шахтерская руна. Приманка. Она повышает шанс найти моба в шахте и не только. Еще один черт с него, получая разрушительную бомбочку. Кинув ее в шахте, она сломает целый слой блоков сразу. Еще одна вещь, ускоряющая мой майнинг. 31 уровень и шахта с булыжником. Встречай меня! Спокойно копаю, как вдруг приходит игрок и скидывает мне блоки сланца. С шахтой повыше уровнем. И каково было мое удивление, когда я за несколько стаков сланца получил почти 60 миллионов! Я обалдел, если честно. Чувак, огромный респект за помощь. Сразу перехожу на 40 уровень и у меня открываются задания Diamond Pass. В нем существуют ежедневные и еженедельные задания, которые позволяют прокачать уровень этого самого Diamond Pass. Одно из них уже было выполнено, но я заметил это позже, а пока отправился на еще одного босса слизня. Лутаю я с него кругленькую сумму и тем временем у меня уже 51 миллион валюты. Опа! А вот и еще один золотой осколок на новой шахте. Плюс 2 миллиона к папочке! Поискал такие осколки еще на нескольких шахтах и в какой-то момент заметил, что у меня в инвентаре есть два кейса с питомцами. Открываем и получаем себе первых компаньонов. Крот и паук. Каждый питомец имеет уникальные особенности и свою редкость. Выбираю кротика и вы только гляньте, какая милота теперь будет везде следовать за мной и помогать. Он еще и летает. Тестирую полученные ранее магические бомбочки на шахте с углем. Они чем-то похожи на взрывные, но действуют сразу на несколько слоев блоков. Наконец выполняю задание Спаса и открываю кейс с рунами. Выпадает земля. Хоть и обычная редкость, но достаточно хорошая руна на начале. Вот и шахта Стерракота. Копаюсь уже на ней и перехожу на 51 уровень. Выполняю еще одно задание Diamond Pass и открыв кейс получаю легендарную руну Monster 1. Перешел на Аметисты. Пожалуй самая красивая шахта, которую я вообще видел. Неожиданно на спавне нахожу ежедневную рулетку и получаю доступ к элитной шахте. В ней буквально за несколько минут можно сделать целое состояние и неплохо прокачаться. В итоге выхожу из нее и имею на балансе уже 54 миллиона. Ну что за кайф. Апаю 61 уровень и перехожу на второй этап. Мне открывается новая локация с пвп арены. А также обновляюсь до золотой брони. Решаю укукошить еще одного босса. На этот раз это был Кошмар. Кстати, арена для каждого сражения тоже своя. Ее оформление играет большую роль и еще сильнее раскрывает особенности разных боссов. На арене было довольно темно. Куча игроков в огромной толпе бегала за боссом и в этом хаосе было довольно тяжело что-то разобрать. Кошмар постоянно спавнил других мобов, которые также отвлекали от битвы. К тому же босс телепортировался и я несколько раз терял его из виду. Но в итоге, победив Кошмар, я получил 3 миллиона и немного шардов. Возвращаюсь на шахты, на очереди у меня керамика. Постепенно апаюсь и на 77 уровне, перехожу на драгоценности. Получаю еще один кейс с питомцами и убиваю призрака. Думаю, что с этим малышом мы подружимся надолго. Но не стоит терять времени зря. Продолжаем работу. Вскоре я решаю потратить шарды и покупаю свой первый посох. Это посох регенерации. Используя его, я быстрее восстанавливаю хп. Казалось бы, что могло быть еще? Копаюсь на шахтах с терракотой и нахожу еще лаки-блоки. Правда, вот мне не очень везет. Один меня поджигает, а другой отправляет в воздух. Класс уж. Лишь на 86 уровне я впервые замечаю, что в достижениях есть раздел с целями. Некоторые из которых я уже выполнил. В итоге забираю в инвентарь пару кейсов, кучу золотых орехов и немного бомбочек. Открываю кейсы и орехи, лутаю миллионы денег и целых 2 доступа к адетной шахте. Знаете, хоть у меня и 68 миллионов, но этого хватает только на прокачку одного уровня. Кажется, начинаются трудности. Вскоре бьюсь с еще одним боссом. Близнецы. Вот тут уже было сложно. Я несколько раз умирал и мне приходилось ждать воскрешения по несколько секунд. Причем, по сути, босса было целых 2. Не зря же они, близнецы. Но все же я получил 20 миллионов. Само собой, с каждым разом босс-файты становятся сложнее. Но от этого растет и интерес. Новые сильные боссы равно новые эмоции. Еще один абонемент в элитную шахту приносит мне чуть больше 100 миллионов. Теперь копаюсь уже на лазурите, который приносит по 7 миллионов. Вот и 96 уровень. У меня начинаются шахты, где есть ПВП. А значит, я могу стать чьей-то жертвой. Надо быть осторожней. Пока что буду копаться на шахте с шерстью. На них ПВП отключен. А значит, я могу немного расслабиться и копать в кайф. Вспоминаю, что у меня есть яйца призыва червя. Решаю их потратить. Ох уж, и ненавижу я этих червей. Всегда приходится от них убегать, чтобы восстановить немного ХП. Зато получил немного бомбочек. Довольно полезно. Дамы и господа, у нас юбилей, сотый левел. Стоит отметить это битвой с очередным боссом. Это стальной страж. Возможно, это я уже неплохо прокачался. А может, босс не такой сильный. Но все ораво игроков мы быстро его ушатали. Наконец, трачу шарды на то, чтобы открыть новый слот для рун в мешочке. Этот слот для шахтерских рут. Туда и поместил ранее полученную руну в приманке. На 103 уровне я снова попал в элитную шахту. И теперь здесь у меня фармится по 51 тысяча валюты. Для меня сейчас это довольно много. В итоге, за этот заход я смог 6,5 миллиардов. Трачу часть на уровень, прокачивая его до 117. А еще улучшаю свой топор для шахт. Вот и плакали мои миллиарды. Я снова с дыркой в кармане. Ё-моё, я думал, что мне хватит этих денег на всю жизнь. Но, да ладно. Решаю подзаработать, убивая боссов. А еще мне в целом стало интересно изучить, какие еще монстры тут есть. В этот раз пошел на повелителя огня. Он что-то вроде ифрита на максималках. Буквально все люди вокруг были в огне. И хоть он сносил мало урона, попадать по боссу было из-за этого гораздо сложнее. Я нанес урона больше, чем 42% игроков. И получил свой первый жетон. Они нужны для покупок у торговца на спавне. А также в дальнейшем для прокачки посохов. Но на один жетончик это довольно мало. Продолжаю постепенно апать уровень шахты. И наконец-то перехожу на третий этап. Теперь мне доступна рыбалка на сервере. Для нее есть целая локация, которая называется озером. Телепортируюсь туда и встречаю рыбака, который дает мне мою первую удочку. У него я также могу выполнить разные квесты, за которые получу награду в виде шардов и не только. Решил сразу испытать удочку на первом озере. Как я понял, что понять, где находится рыба, можно по звуку. Но кроме нее здесь можно поймать, например, еще и рыбацкие драгоценности. Вот я, например, поймал башмак. Прекрасно. Кстати, рыбу сплавляю своему питомцу в качестве еды. Так можно повысить его уровень. Еще тут у каждого озера есть свой процент клево. Чем больше рыбы поймали, тем меньше клев. Но со временем он восстановится или вовсе станет повышенным на целых 50%. Трачу какое-то время на рыбалку, затем перехожу на кольчужную броню и замечаю, что скоро заспавнится новый босс. Варден. Только не обычный, а гигант переросток. Я опинал его с огромной толпой игроков и иногда даже не понимал, что вообще происходит. Этот гигантский вдобавок откидывал высоко воздух и разок я даже погиб от него. Но кое-как все же получил свои 160 миллионов. И немного шардов. Решаю немного отдохнуть от всех этих сражений и рыбалки и мирно копаясь в шахте, чуть-чуть подняв уровень, на прокачку которого теперь уходит гораздо больше денег. В какой-то момент на спавне буквально случайно замечаю рулетку, которая оказывается доступна ежедневно один раз бесплатно. Ну, думаю, вы понимаете, насколько я внимательный. Получаю магические бомбочки. Еще немного покопавшись в блоках, что бы вы думали. Конечно, я заскучал по передрягам и пошел на чередного босса. Не, ну а что? На этот раз это был призрачный охотник. Я раньше не встречался с ним, но на удивление он оказался не таким уже сложным. Несмотря на то, что я несколько раз от него огреб, но все же пару сотен миллионов, карман и новый поверженный моб-копилку. Нахожу во время копания новый кейс с питомцами и выбиваю летучую мышку. Уаааа, мышка! Она поможет мне добыче блоков и справиться с этим получше крота. Так что произвожу замену. Только свистни, он появится. Градус, мышь! Напомню, что вначале я радовался нескольким десяткам миллионов, а сейчас у меня уже почти 2 миллиарда. И мне их не то, чтобы хватает на все. Ведь они быстро улетают на прокачку буквально пару уровней и переход на шахту с кораллами. Но мы не отчаиваемся, копаем как последний раз, чтобы заработать как можно больше. Узнал, что оказывается на локации с самым первым боссом есть секретное место, где можно получить посох молнию хранителя храма. Который немного не прогрузился и выглядит как Стив, но это не важно. Зато у нас теперь есть посох, который буквально призывает молнию. Поможет мне в боях. Тем временем не заметил, как перешел на грибную шахту. Тут же встречаю червя, который с последней нашей встречи стал сильнее, но другой игрок помог мне с ним справиться. Не знаю, сколько он получил за него, но я уж точно порядочно потратил почти все шарды на прокачку и уверенно побежал бить гиганта. Этот босяра был на более высоком уровне и я не учел, что тут уже есть пвп. А значит кроме гиганта меня часто задевали случайно или намеренно убивали сами игроки. За что я терял деньги. Неприятно, конечно, но кто сказал, что будет легко? 151 уровень и я добываю арбузики, продавая их вместе с бустером денег. Вскоро на балансе накопил порядка 8 миллиардов. Почти все, как обычно, уходит на прокачку, чтобы перейти на новые шахты. Шахты за шахтой, получаю награды в разделе с целями за добытые блоки, в том числе это были бомбочки, целых 15 штук. Сразу трачу их под бустером денег и бегу на элитную шахту. Заметьте, теперь она приносит мне почти по 300 тысяч. 13 лярдов на балансе и я встречаю 166 уровень. Эх, когда я радовался блокам сланца, которые мне скинул игрок, а теперь я могу и сам добыть их. А ведь эта шахта далеко не предел. Не представляю, сколько я смогу получать за блоки в будущем. Было много шахт, которые я довольно быстро пропускал и переходил с одной сразу на следующую. Но вот на шахте со сланцем я задержался довольно надолго. Майнил и майнил. Благо у меня была руна добытчик, которая иногда приносила мне с одного блока сразу по стаку. Это хоть немного ускоряло процесс, но я все равно начал задумываться о том, что мне нужно как-то получить достаточно денег на дальнейшую прокачку. И тут, дорогие друзья, на помощь приходят другие люди. Мы ведь играем на сервере, а значит есть те, кто заплатит тебе за определенные услуги или вещи. Я организовал сделку с игроком, которому продал 3 сокровища летучей мыши. И вот, мои 500 миллионов превращаются в 90 лярдов, а 167 уровень в 187. А это значит новые этапы, новые активности. Такое я люблю. Открываем локацию мобо-арена. Но перед тем, как туда отправиться, копаю лед. Да, это моя новая шахта и тут не очень удобно копаться, ибо я постоянно скольжу. Зато за один полный инвентарь блоков 600 миллионов. Затем я отправился мирно порыбачить и выполнить пару заданий у рыбака. А также прокачать уровень рыбалки, но заметил проход в пещере у озера. Оказалось, что именно он и ведет на мобо-арену. Кажется, сама судьба хочет, чтобы я ее протестировал. Меня сразу встретили кадавры, пауки и ведьмы. С некоторых из них мне выпадали коллекционные предметы или какие-то души. Вскоре замечаю два очага. Именно для них и нужны эти самые души. Правда, целых 100 штук. Видимо, я здесь надолго, но зато разомнусь в битве с мобами. Они очень легкие, зато я как минимум получаю с них шарды. Мочу все, что движется, и, наконец-то, наскребаю нужное количество душ. Наполняю очаги и открываю проход в какое-то подземелье. Без понятия, что меня там ждет, но я люблю неизвестность. Ага, а тут у нас битва с уникальным боссом. Это страж обычного измерения. А ведь существует еще адское и эндер измерения. Боюсь представить, насколько там сильные стражи. Ни оба моих посоха, ни меч и броня не помогли мне справиться с ним. А если мне все-таки удастся его победить, то, насколько я знаю, я получу элементы для крафта нового посоха, для которого мне и нужны были стержни, которые я добыл ранее. Видимо, он гораздо жестче, чем я думал. К тому же, у меня было всего 5 минут на сражение. Ну, держись, я к тебе еще вернусь. А пока прокачиваю на максимум для своего уровня броню и меч. И отправляюсь на противников полегче. На этот раз это безумный алхимик. Этот босс-файт оказался сложнее еще и за счет игроков. Большая часть моих смертей была не из-за этого алхимика, а именно из-за других участников битвы. Так что всегда нужно смотреть в оба и ждать нападения со всех сторон. С этого сражения получаю руну Вампир 2. Отправляются в мой рюкзак ко всем остальным. Снова время рулетки на спавне. Лутаю 190 шардов. Приятный и бесплатный бонус, про который не стоит забывать. Не ухожу далеко и замечаю здание с верстаком рун внутри. Тут я могу продать ненужные руны за шарды или прокачать их. Как раз то, что мне надо. А то уже весь рюкзак в них. Ради интереса изучаю локации, босса и в месте, где спавнится босс-смерть, нахожу странное подвальное помещение. Обычная комната со спрятанными кнопками. Тыкаю на все и открываю секретные двери. Внутри дневник с записями человека, который тут застрял. Судя по ним, именно смерть застала их врасплох. Также он описывал в них зелье, которое находилось поблизости. Оно не обычное, а проклятое. И если я брошу его в босса, то он и сам станет проклятым. Из-за его убийства я получу еще больше ништяков. Вскоре появляется смерть, где я использую найденное зелье. Не знаю, насколько оно повлияло, но с учетом того, что босс довольно легкий, я получил почти 100 лямов. Только что я поторговался вот с этим игроком. И продав ему 16 редких орехов, добил у себя на балансе целых 480 лярдов. Не думал, что эти орешки такие дорогие. Апаю сразу 36 уровней. Это довольно много, ведь чтобы апнуть буквально всего один, мне нужно 22 миллиарда. Вы только вдумайтесь. Новая шахта, на которой я обнаруживаю лаки-блок. Ломаю и получаю голубой лаки-блок? А уже из него редкий кейс с рунами. Это довольно ценный айтем, и я сразу нашел на него покупателей. И на полученные деньги перехожу на 235 левел. Вот он, пятый этап. А это значит доступ к ущелью. А еще я могу прокачаться до алмазной брони. Но вы гляньте на меня, думаю, я уже имею какой-никакой вид в этой экипировке. Перед тем, как отправиться на новую локацию, решаю прокачать посох на Мопарине. У меня уже достаточно жетонов для этого. Здесь есть специальный чародейский стол, где я за 10 жетончиков покупаю зачарование и восстановление на свой посох регенерации. Теперь он сразу отхилит мне часть с хп при использовании. А теперь уже можно бежать к ущелью. Да, выглядит оно монументально, конечно. Оказалось, что это специальная локация для зелеварения. Тут есть и торговая лавка, и теплица для ингредиентов, а также домик с алхимиком. У него можно посмотреть список всех зелий или купить компоненты для их варки. Ну и, конечно, тут есть разные уровни зелеварения, каждый из которых дает свои плюшки. Будь то доступ к грядке в теплице или слоты для рюкзака. Оказывается, локация тянется дальше. Здесь передо мной открывается свободное место для самостоятельной добычи ингредиентов. А еще мне тут мешают враждебные мобы. Например, эти курицы. А вам-то я что сделал, ё-моё? Чтобы добыть определенный ингредиент, нужно найти подсвечивающийся предмет и, тыкнув по нему, откроется окно. Здесь нужно в тайминг попадать движущейся полоской по маркеру на полосе. И если вы все сделаете успешно, получите в инвентарь ингредиент. А иногда даже дополнительного награждения, например, кейс. Это довольно круто. Решаюсь пробежать дальше и перехожу на реку Забвения. Оказывается, это не конец ущелья. Ну ничего себе. Здесь уже мне доступны ингредиенты подороже. Но и противники мне мешают сильнее. Будь то жабы или дикие волки. Ну а финальная часть локации запретное ущелье. Хорошо, что я вкачал свой посох. Ведь это самое опасное место со скелетами и маленькими каменными белками. Ну и предметы тут можно залутать, соответственно, более крутые. Когда я вернулся и посмотрел в лавке, сколько они стоят, у меня просто челюсть отвисла. Некоторые переваливают за 100 миллиардов. Так вот, оказывается, где я могу навариться. Ну, думаю, можно уже что-то делать. Кстати, в домике алхимика есть книга с небольшим обучением, как варить зелье. Давайте на примере сварим зелье клёво. Смотрю алхимика, что для него нужно. Он также указывает, какое время варки нужно положить в котел тот или иной ингредиент. Начинаем с грязного порошка и стараемся закинуть все остальные предметы в тайминг. Иначе качество зелья просто ухудшится. У меня получилось сварить зелье клёво, качественным на 50%. Но если приобрести у алхимика реагент, то он на 10% улучшит моё зелье. Ну, для первого раза, в принципе, неплохо. Теперь ждём, пока оно настоится. Однако, чтобы варить более сложные зелья, нужно приноровиться. Там рецепты гораздо сложнее. А пока я добываю ещё ингредиентов, по возвращению забираю готовое зелье клёво. И начинаю делать зелье концентрации. Пока оно готовится, продаю некоторые ингредиенты по вкусным ценам. Вскоре забираю зелье. Оно поможет мне в шахте и не позволит сбросить бустер комбо-компания. После всей этой алхимии, я решил получить ещё жетонов на прокачку по сахарегенерации. Знаете, кажется, босс – могущественный шалкер, мой любимый. Хоть он и сложный, но сражаться с ним было интересно. Было время, в которое он открывал свой огромный панцирь и становился уязвим для ударов. А если ты не успевал выбраться из-под него, когда он снова прятался, то тебя просто придавливает и ты умираешь. Настоящий гемор. А ещё гемор – это тогда, когда создавали обычных шалкеров, которые там было пруд-пруди. Но в любом случае, получив уникальный боевой опыт и нужные жетоны, я смог ещё немного прокачать посох, который теперь восстанавливает за раз ещё больше хп сразу. Сейчас, когда мы уже опробовали и зелеварение, и рыбалку, и много чего ещё, думаю, напоследок стоит попробовать сразиться со Стражем Измерения ещё разок. С последнего раза я немножко улучшил экипировку и прокачался в целом. Снова добываю 100 душ, открываю данж, и мы снова встретились. На этот раз битва была гораздо эпичнее. Если в прошлый раз я кое-как снес ему всего 1000 хп, сейчас я ставил ему всего 1000! Он постоянно подкидывал меня в воздух, телепортировался и уворачивался, из-за чего я терял драгоценное время. Затем Страж и вовсе начал хилиться прямо в бою! Вторая попытка! И снова я потерпел поражение. Страж остаётся непобедим. Но только пока. В любом случае, сегодня мы с вами прошли огромный путь на этом замечательном сервере. Путь от беззащитного игрока до вполне себе самостоятельной единицы, на счёту которой немало отрубленных голов, различных чудовищ-боссов, от Кригера и до могущественного Шалкера. Преодолели много преград, но много ещё впереди. Кто знает, возможно именно вам удастся победить Стража и всех оставшихся боссов и стать гораздо круче меня. Всё зависит только от вас. И думаю, что я на себя показал сегодня, что мастерство приходит со временем. Ну а с вами как всегда был я, Градус. Увидимся в новых роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok